Всем привет, друзья! С вами Механик. Сегодня у нас Пик Энгел, и давайте посмотрим, что здесь еще есть за крутые тачки. Сейчас что-нибудь новенькое купим. Так, давайте я, наверное, место куплю свободное. Купить место свободное. Отлично. Теперь мы идем в магаз и сейчас какую-нибудь тачку выберем новенькую, которую я еще до этого не покупал. Посмотрим, что вообще, какие машины тут еще есть интересные. Так, это что у нас такое? Это... Это мустанг был какой-то. Да, мустанг был. Это у нас скайчик 34-й. Это у нас ГТР получается. Ну, а такой симпатичный ГТРчик. 13-ю Сильвью я брал, она просто бомба. 14-я еще делается пока. Так, это тоже пока в разработке у нас. Чего еще у нас тут есть интересного там? Так, Мазда. Мазда должна быть RX... Ух ты, ух ты. А, это старая, я все понял, что это такое. Да, это Мазда. RX-7 Мазда. Ух ты, какая жирная, вы посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, на Rocket Bunny, кажется. Прям такой жирный вид у нее, если честно. RX-8 тоже есть? Да, RX-8 тоже есть. Что еще у нас есть? Mark II. Это у нас еще в разработке. А Е86-ю, по-моему, я уже тестил. Она неплохо, вполне себе едет. Это у нас GT-шка 86-я. Ну и бумеры, соответственно. С3 купе и С4. А, по-моему, трешки сейчас не делаются купе. По-моему, сейчас только четверки купе, насколько я понимаю. Ну ладно, это не суть. Блин, давайте, наверное, Мазда возьмем вот эту вот. Она прямо... Она бомбическая, если честно. Давайте ее берем. Сейчас зарядим ее как следует. Цвет уже, кстати, классный. Так, выбираем и погнали в апгрейды. Делаем апгрейд. Что тут есть у нас? Так, движок четвертый установлен, вижу. Пятый установлен. Движок пятый. Нифига себе. Это жестко. Так, снижение веса делаем. Рулевое управление делаем. Третье. Движок ставим шестой. Без проблем вообще. Так, подвесочка есть. Рулевое, погнали. Пятое рулевое снижение веса. Так, рулевое есть у нас. Снижение веса есть. Седьмой движок еще есть, смотрите. Смотрите, седьмой движок, седьмой движок. А что бы нет? Давайте, давайте прям на максимум. Вообще все просто жестко на максимум. Сейчас как зафигачим. Так, господи, хватит писать, когда я записываю. Все начинают сразу писать. Ладно, по-моему, мы все поставили. Смотрите, установлено, все установлено по максимуму. Ребята, погнали просто жарить вообще, жарить. Так, что нам нужно? А, стайлинг. Давайте стайлинг по-быстрому. Можно кузов что-то? Ну, черт, нельзя. Все расширенные тачки, их нельзя менять, к сожалению. Ребята, не берите расширенные тачки, их нельзя менять. Так, погнали. Такой Дрифт Легенд. Давайте колеса мы немножко поменяем, потому что здесь должны быть примерно где-то вот такие колеса. И задние колеса мы сейчас с вами... О, вот такие тоже круто, кстати, выглядят. Так, что еще можем? Винилы можем сделать. Спойлерки тут есть? Тут нет спойлера, можно, кстати, бахнуть какой-нибудь спойлер. А что бы нет? Сейчас какую-нибудь лавочку найдем побольше. Вот такой, наверное. Давайте прям, чтобы прям скамейка была, чистая скамейка. Так, огроменную трубу просто ставим. Так, объекты. Полицейское, такси... Нет, 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 нет. Просто винилы сейчас бахнем. Так, что за винилы можем сделать? Давайте сделаем какой-нибудь... Может быть, даже вот такой, просто на бок. Сейчас мы его зафигачим. Поворот. Положенец. Давай, 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 двигайся. Отлично. И вот так. Теперь поворот. Другую сторону. Может, не лучше винил, но... Просто посмотрим, как он вообще будет. Так, наверное, все-таки мы его так еще сдвинем сюда. Чтобы у нас было видно, типа, вот это вот все. Чтобы все было видно. Почему нет? Так, погнали цвет его поменяем. Он должен быть другого цвета, как по мне. Наверное, не черного. Так. Тачка прям вырви глаз, получается. Давайте, вот, зеленый с синим, такой приятный получается. И матовый. Отразить слой. Так, отлично. У нас тут готово. Вот, вот оно, оно. Шикарно. И что можно еще сделать? Можно на капоте, что-нибудь, что бахнуть. Давайте, что-то на капоте еще сделаем. Так, что можно на капоте сделать? Руку. Не, давайте царскую такую корону просто зафигачим. Хотя ее можно и здесь, кстати, оставить. Она прикольная, достаточно смотрится. Белая такая корона. Но все-таки мы ее сейчас... Ладно, с вами на капот поставим. А то у нас здесь одиноко очень будет. Так. Двигаем, двигаем, двигаем вот сюда. Двигаем вот сюда. И поворачиваем все это добро. Вот так вот. Еще немножечко подвинем. В ноль. Так. И давайте размер увеличим вот таким образом. Так, а цвет? Можно, кстати, попробовать красный сделать. Не, ну что-то как-то... Что-то как-то не очень. Может, какое-то такое оставить. Типа белый. Бело-желтый какой-то. А, типа золотой. Да, смотрите, похоже на золотой получилось. У нас тут есть, кстати, вот зеркальный хром. Сейчас мы еще чуть более желтый сделаем. Ну, смотрите. Похоже на золото, да. Ну что, погнали? А, стоп, стоп. Как погнали-то? Нифига не погнали. Купить, естественно. Купить все это дело. Мы сейчас еще покрасим с вами колеса. Как же без этого там? Колеса полюбас надо красить. И мы с вами можем их покрасить прямо и задние диски, и передние диски в розовый. Сейчас как бахнем. Так. Розовый. Где розовый у нас? Это фиолетовый какой-то? Во! Во! Вообще бомба просто получилась. Бомба песня. Купить. Все, погнали. Теперь наваливать. Теперь мы можем просто со спокойной душой с вами прям ба-ба-ба-ба-ба-бах. Так, быстрые саревки. Поехали по Америке. Покатаем в аэрпорте. Вообще нормальная тема. Аэрпорт хорошая тема, ребят. Здесь приятно ездить. Я надеюсь, что тачка сейчас просто здесь жестко раскроется. Она просто как будет валить боком в отсечку там постоянно так. Та-та-та-та-та-та-та! Ладно, сейчас посмотрим, как она едет. Я просто в предвкушении, понимаете? Просто хочется, чтобы она прям дубасила. Ну, судя по звуку, что-то не роторный двиг. Хотя здесь должен быть ротор. А может и не должен. RX-8 точно ротор. А здесь что-то я не помню. По-моему, тоже должен быть ротор. Ну что, смотрите. Так, ну, не смог я выйти из такого огромного угла. Мне реально не хватило выворота. Только хотел сказать, что ни одной аварии еще не было. И бахнул сразу же. Ой-ой-ой-ой, здесь некуда. Здесь некуда ехать. Так. Слишком далеко я от этой отхожу. Как видите, что происходит. Если ты ее сорвал в занос, она прям шикарная. Она просто шикарная. Но, когда ты пытаешься напрямяке вырулить, вообще ничего не получается. Смотрите, смотрите. Мы едем прям близко, но я за счет меньшего угла смог обогнать его. Смотрите, как они едут. Нифига себе, а как он так едет? Вы посмотрите, какой профик просто. Он все эти сшибает. Да вы посмотрите, что творит. Вот мерзавец. Парный дрифт практически, но, конечно, я не могу за ним угнаться. Просто не могу. Вот смотрите, в отсечке. Сейчас шел в отсечке, но то ли пока я еще не привык к ней, то ли что, не знаю. Ну, выворота, честно, не хватает. Вот не хватает выворота. Может быть, есть какие-то настройки? Давайте тюнинг. Так, давление. Развесовка, трансмиссия, подвеска, рулевое управление. Углы выворота, ну, здесь максимум стоят. Черт. Углы колес. Что это такое? Развал. Давайте задний уберем развал. Ой. Вот так вот сделаем. Так, акселератор. Что это у нас? Мертвая зона, тормоза. Ну, понятно. Настройки продолжить. Так. Стало больше держака. Но... Короче, вы видите, что происходит. Вот этот тип просто бешеный. Пушка-бомба просто. Короче, надо в следующей серии брать Бэху. Смотрите, что она ей вытворяет. Посмотрите, что творит, а. Я не могу с ним справиться. Вообще не могу его догнать. Вот сейчас в пол, угол небольшой, и он просто, он просто сделал меня. Он просто меня сделал. Такое ощущение, как будто этой тачке уже прям такие длиннющие-длиннющие заносы. Прямо очень длинные. Ну, смотрите. Если ее понесло боком, то практически уже ты ее не выправишь. Никак вот, как здесь. Ах, черт. Ну, выглядит, конечно, жирно она. Смотрите. Смотрите, вид какой, а. Просто жир. Просто. Да-да-да-да-да. Ну, видите, в отсечку прям херачивает. Классная тачка. Классная тачка Бэха-семерка. А это всего лишь Мазда. Короче, ребят, тачка прикольная, но с ее управлением что-то, не знаю, я не могу к ней привыкнуть. Надо поездить на ней подольше, либо не парить мозг и вернуться к старым конфигурациям, которые я гонял до этого. Как помните, там у меня реально прям получалось жестко, жестко дрифтить круто. На этой, к сожалению, я что-то не могу себе позволить так дрифтить, ну, просто не получается. Там сейчас у кого-то я видел 11 тысяч было. О, смотрите. 11 тысяч было сейчас у чувака дрифта. 11 тысяч за, получается, за один дрифт. То есть он никуда не врезался. 120. Вот он. Это он. И все, я опять я бахнулся. Не хватает выборота машине, при том, что я сделал, реально я же все прокачал. Выборота просто не хватает. Это я еще... Это я еще умудрился, кстати, я еще умудрился каким-то образом 7 тысяч наколотить. Нет! Влетел. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Если понравилось, то ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Механик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok